Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги! Рад вас приветствовать в нашем зале на телеканале Универ ТВ, в шоуруме Высшей школы журналистских медикаммуникаций. Всех, кто откликнулся на сегодняшнее приглашение, прийти на встречу с гостями, которые нам интересны сегодня по очень многим причинам. Ну, прежде всего, потому что они такие же молодые, как и Вы. И всегда пообщаться со своими сверстниками, представляющими другие территории, другие регионы, интересно. Ну, хотя бы для того, чтобы узнать, как там, что там. Но в данном случае речь еще идет о очень важном и значимом для нас регионе, регионе Российской Федерации, Луганской Республики. Наши гости из Луганского государственного университета. Я должен выразить слова благодарности, прежде всего, к НИТУ, к ЭХТИ, нашему университету технологическому, который пригласил их в Казань, институту управления, к НИТУ, инновациями, да, не просто управления, инновациями, такого очень прогрессивного управления, к НИТУ, кафедре государственного управления историей и социологией этого университета. Это вот очень важный момент, да, начать вот те самые горизонтальные связи и отношения, которых нам так не хватает. С вертикальными вроде как все в порядке. Но пока вот прямой диалог, прямое общение россиян со своими согражданами новых территорий Российской Федерации пока еще не столь активно идет, и хотелось бы, чтобы этот диалог активизировался. Сегодня у нас с вами есть такой шанс. Я с удовольствием представляю наших сегодня спикеров. Это специалист отдела организации воспитательной работы у Луганского государственного университета имени Даля. Даля, ну, Даля-то главный, один из самых известных вообще земляков всех луганчан, да, и вообще главный человек для тех, кто говорит на русском языке вообще-то, на всякий случай. И вот университет носит его имя. Вот я представляю вам Дениса Геннадьевича Кривенко под вашу бурную аплодисменту, аспиранта кафедры технологий машиностроения и инженерного консалтинга Никиту Владимировича Сороку и студентку первого курса экономического факультета Юлию Вадимовну Шуеву. Первый вопрос к вам, если позволите, я сформулирую сам. Он, вот, обычно говорят, это самый неудачный вопрос, который могут задать журналисты приезжающим гостям. Но в данном контексте, вот именно, о котором я сейчас отдельно говорил, особо говорил, он звучит как очень важный вопрос. Как вам в Казани? Как вам здесь и вообще, как часто вам приходилось до сегодня бывать на вот, скажем так, вот этих территориях Российской Федерации? Если впервые, то вот в целом какое ваше впечатление? Если вы уже бывали, значит, за пределами Луганской Республики, то особо вот ваше впечатление по конкретно Казани, по Татарстану. Давайте мы прямо начнем, Денис Геннадьевич, с вас. С удовольствием. Ну, мне пришлось увидеть ни один город, ни один регион России. И в Луганске мы наслышаны про Татарстан, про Казань. Мы знаем много приятного, знаем тезис о том, что Казань – это третья столица России, такая, да, неформальная. Вот. И мы ехали сюда с трепетом, с ожиданиями. И эти ожидания, я бы сказал, не только оправдались, а превысились в сотни раз. Замечательная земля, замечательные люди, очень теплый прием. Я думаю, вот эти последние три дня, которые мы с коллегами провели здесь, останутся с нами в памяти навсегда. Спасибо вам большое, вашей земле, вы замечательные. Спасибо. Так, Юлия Вадимовна. Ну, я выехала впервые на территорию, за пределы Республики. Люди очень тепло встретили, приятно общаться, ну, как, находить новые знакомства. Я буквально пообщалась, ну, с небольшим количеством людей. Но настолько у меня искренние эмоции, ну, за эту поездку я их запомню надолго. Спасибо. Ну, и Никита Владимирович. Ну, я еще раз, наверное, хотел бы поблагодарить вот всех тех, кто принял участие в нашем сюда приезде, приглашении. Это потрясающий, на самом деле, опыт. Всегда очень интересно приезжать в новые места, получать какие-то новые впечатления, новые эмоции, новые знакомства. Да, это всегда здорово. И, ну, наверное, для меня лично было просто шикарным событием, участие в студенческой весне. Вот, мне довелось выступить с песней, значит, за институт, который нас пригласил. Прекрасный опыт, замечательная поддержка ребят, все очень старались помочь. Никто нас изначально не знал, но когда узнавали, что мы из Луганска, сразу все, ух ты, а как там у вас, а как вы добрались. Все вот реально с таким, вот с открытой душой. Вот чувствуется это тепло от людей, это просто, ну, прекрасно, как для меня. Я был, ну, в принципе, в разных регионах России. В Москве, в Ростове, в Белгороде, в Ронеже, в Кургане раз был. Ну, вот, меня действительно, я не сильно много путешествовал по Москве, но то, что успел увидеть, ну, вот, честно, опять же, как вот лично мое мнение, такой вот достаточно загруженный город, там очень большие темпы, вот, специфический. А здесь он какой-то, хотя и большой, хотя видно, что здесь живет много людей, он какой-то такой душевный, я не знаю, все такое красивое. А эти улицы с суперкрасными, там, старинными домами, которые в замечательном состоянии находятся, ну, все это очень привлекает внимание. Ну, лично для меня, вот, уже эти три дня, которые мы побывали здесь, это потрясающий опыт. Спасибо большое еще раз всем, кто нас сюда пригласил. Спасибо, но, скажем, про улицы, про путешествия по городу. Вы там на такую улицу, как в Союзной, не сходили еще? Вот тут местные заулыбались с ним. Это такие науточные клубы Казани. Ну, мы Баумана, походили по Бауману, мы были на набережной, ну, в районе, там, Кремля, парк Урам. Вот мы там ходили, вот эти все места мы увидели. Испели познакомиться с местами куфли. Дворец земледельцев, правильно? Это вообще потрясающее здание, мы просто подошли, увидели вот это огромное дерево с Денисом Сталиным, а ты в рот и все, вау, шикарное просто. Спасибо. А вы еще про песню сказали, которую исполнили. А что за песня? Шаман «Встанем». Вы, кстати, похожи на него. Да, мне многие говорят об этом. Вообще, скажите, да, красивые ребята, да, живут в Луганске. То есть, это песня в вашем репертуаре, вы каким-то творчеством занимаетесь еще, помимо машиностроения, технологии машиностроения? Да, у меня, ну, опять же, если говорить обо мне, у меня так три стези направления, которыми я занимаюсь. Я аспирант, вообще занимаюсь физикой, занимаюсь плазмой. Сейчас разрабатываю СВЧ «Плазматрон». Это вот если мои научные деятельности. Вторая моя деятельность, я работаю с детками, с маленькими, с особыми образовательными потребностями, то есть, с задержками речи, с задержками психики. Вот, у меня мама сама психолог, педагог, она работает уже очень много лет с детьми. Вот, нейропсихолог она. Вот, я как бы содействую, с ней тоже мы там составляли и программы, и развивающее пособие. Вот, то есть, и вторая деятельность, и третья деятельность – творчество. Я немножко музыкант, играю на фортепиано, на гитаре, ну, и вокал. Ну, это так, на любительском уровне, то есть, ни на какие там глобальные, федеральные мероприятия я не ездил. Ну, хотя многие говорят, что у меня хороший голос. Не знаю, может быть, когда-то доберусь куда-то. Спасибо. Жаль, конечно, да, сейчас, наоборот, речь идет о привлечении талантливых людей на новые территории Российской Федерации, а тут хочется прям переманить на нашу территорию талантливых людей из новых территорий. Такой парадокс желаний. Если у кого-то в зале возникнут вопросы к нашим сегодняшним гостям, у меня просьба давать сигнал, и, соответственно, у нас есть два микрофона в зале, микрофоны к вам перейдут, и вы можете эти вопросы задать, сформулировать. Пожалуйста, только давайте своевременно знать. Я наблюдаю за этим. Пока общий тоже вопрос, конечно, на понимание будет неправильно, если мы постараемся услышать на него ответ из первого хода, что называется, как там. Какова с вашей точки зрения сегодня там обстановка? Но прежде всего нас, конечно, волнует, наверное, не военно-политический обзор, который мы слышим в достаточно большом количестве с экранов и телевидения, и радио, и интернет, и газеты. А вот с точки зрения молодого человека, человека, чья жизнь сегодня только начинается, который входит с большими планами и возможностями в эту жизнь, как вы оцениваете то, что сегодня может препятствовать, и насколько много сегодня препятствий, с которыми вы сталкиваетесь, и то, что сегодня открывает все-таки новые какие-то перспективы и возможности вам в этой жизни, вот в связи с теми процессами, которых мы все знаем. Кто первый, тут вот смотрите, ваше право. Ну давайте я начну. Да, пожалуйста. Ну да, дорогие друзья, в прошлом сентябре состоялся, ну не побыстрее, условно, настоящий праздник для каждого жителя Донбасса. Это событие огромного масштаба, это наше возвращение в родную гавань, как мы любим говорить, в Российскую Федерацию. И знаете, та энергия, которая поступила к нам в республику, к нам в город после этого события, ее ни с чем не сравнить. Восстановление города идет сумасшедшими темпами. На глазах происходит реконструкция, возводятся новые здания, восстанавливаются старые здания, которые пострадали вследствие военных событий с 2014 года. Происходит восстановление инфраструктуры, сейчас взялись за промышленность. Ну для понимания, Луганск это большой такой промышленный центр, только на территории города находятся более 50 заподов, фабрик, предприятий. И, к сожалению, многие из них были в нерабочем состоянии. И сейчас началось их восстановление, люди имеют возможность, специалисты, получить хорошие места, хорошие возможности, реализовать свои какие-то навыки уже на практике, не выезжая никуда на территорию Российской Федерации, либо за границу. С точки зрения молодого человека, ну теперь действительно мы можем с уверенностью сказать, знаете, есть такая банальная фраза, мы не боимся смотреть в завтрашний день, потому что мы чувствуем, что мы нужны вам, а вы нужны нам. Вот. И открываются перспективы. До 2026 у нас сейчас проходит система перехода полностью на федеральные стандарты. Это тяжелый путь, это сложный путь. И внедрение этих стандартов происходит во все сферы жизнедеятельности, также в экономику, в промышленность, в образование. Но пока справляемся. И справляемся с большим удовольствием. Знаете, есть приятные трудности, такое явление интересное, с которыми мы сейчас сталкиваемся. И мы очень этому рады. Вот. И я работаю непосредственно в университете. И ребята молодые поступают. У нас очень большой набор в этом году был. Очень много ребят с так называемых освобожденных территорий. Это те территории Дуганской области, которые находились с 2014 года под контролем Украины. Сейчас они вернулись обратно. Вот. И я с удовольствием с ними общаюсь. И вообще узнать, какой настрой у них, какие интересы, какое, в общем, впечатление. Потому что, да, некое волнение у меня, как у человека, работающегося с молодежью, возникало. Ну вот. И очень приятно от них слышать слова о том, что мы приятно удивлены. Мы поступили к вам в университет. У вас так круто, у вас так хорошо. И внимание как раз-таки Российской Федерации в плане внедрения молодежных проектов сумасшедшие. Все к нам проявили инициативу, начали привлекать. И сейчас студентам просто огромное раздолье того, чем он хочет заниматься, как он хочет реализовать себя как личность. Потому что основная задача университета это не только выпустить высококвалифицированного специалиста, а выпустить личность, выпустить многогранного человека. И сейчас, благодаря России, наша молодежь получила эту возможность. Ну вот. Все? Спасибо. Спасибо. Сколько человек учится в университете? В районе 12 тысяч. Если брать и очную, и заочную форму обучения. У нас единственный в республике классический университет. У нас 11 факультетов институтов, одна обособленная кафедра. И специальности совершенно различные. Это и юристы, и институт гражданской защиты, экономисты, социологи, управление персоналом, транспорт и логистика. И можно продолжать очень-очень долго. Вот мы, допустим, я закончил юридический институт. Юлия студентка экономического факультета. Никита – это институт инженерной механики. То есть мы совершенно в разных находимся колеях. Спасибо. Никита Владимирович, вы сейчас уже посещали наверняка КНИТУ. Да, я в лаборатории был. Видели их оснащение, мощности, возможности. Сравнивая с тем, что у вас в университете, что бы вы выделили в качестве, может быть, преимуществ и возможностей, которые у вас в процессе учебы были и есть в Луганском университете? А что здесь, на что вы обратили внимание, чему, может, даже позавидовали? Ну, я сразу скажу то, что мне бросилось в глаза. Это естественно. Когда ты занимаешься наукой, ты не можешь обращать внимания на количество оборудования, его состояние, его новизну. То есть я, когда походил по лабораториям, когда увидел все, там, ну, не такой большой давности, там, 5-10 летней давности аппараты, огромные, некоторые размером в комнату, на которых ребята, там, аспиранты, студенты, возможно, там, магистранты, реально проводят и занятия, и делают какие-то эксперименты, исследования. И, мало того, еще и получают какой-то из этого практический результат, который можно внедрять внедрять непосредственно, там, в промышленность и дальше в развитие науки. Это реально потрясающе, потому что у нас, ну, все оборудование, оно осталось, вот, где-то, наверное, в 90-х годах, к сожалению. Да, там компьютеры, что-то такое, это еще куда не шло. А вот сложное оборудование, именно физическое, в основном реализуется, ну, усилиями педсостава, вот, то есть, то, что преподаватели сами там могут собрать, воссоздать, именно вот, ну, это не то, что там вот сейчас республика, это давно уже, это еще мы пока были Украиной, то есть, как бы, с оборудованием нас было все время тяжеловато, вот, а, ну, как бы, ввиду еще военных событий стало еще тяжелее, вот, поэтому то, что мне первое бросилось в глаза, то, что у вас прямо потрясающе, это то, что есть много нового оборудования, которое рабочее, на котором реально можно делать исследования. Это, это прям замечательно, вот, для тех, кто людей, кто занимается наукой, я сразу для себя это отметил, вот. Ну, а у нас студенты могут проявлять больше фантазии. Ну, то есть, какой из тепловодостроительного завода, да, болванку стащить, и из нее сделать современное оборудование, да? Ну, вот, я плазматрон делаю из микроволновой печки, я ее разобрал, взял некие детали оттуда, трансформатор, значит, там, магнетрон, все там еще это скрутил, купил кварцевую трубку и делаю СВЧ-плазматрон, свое то, что мне нужно для диссертации, то есть, пожалуйста, свобода творчества. Все гениально, рождается в трудностях. Да, да, да. Может быть, поэтому мы так расслаблены, мы так нацелены на результат. Я думаю, это доступно аплодисментов вообще, вот, в вашем вопросе хотел сказать, то, что Денис осветил вот с такой более глобальной точки зрения, я хочу рассказать чуть-чуть пару слов, буквально, как вот обыватель, да, как обычный человек. Ну, во-первых, наверное, всем стоит понимать, но, опять же, это нереально понимать, если вы это не пережили, что такое военные действия на вашей территории, когда ты, каждый человек, кого-то потерял, это реально, вот, через знакомых там, или своих друзей и товарищей, это реально очень тяжело. Но при этом люди уже за это время настолько сильные духом, вот, любые преграды, препятствия на пути уже воспринимаются, как какая-то ерунда абсолютная, то, что у нас очень долгое время, там, 2014-2015 год, у нас не было ни света, ни воды, ни там, каких-то там с газом, там, с коммуникацией было, это все потом постепенно восстанавливалось, да, все делалось, там, у людей были разрушены дома, тоже наше правительство там старалось повосстанавливать эти дома, все поделали, но это все равно проходило время, то есть люди все равно жили в лишениях. И я, по-моему, в 2016 году принимал участие в мероприятии, там, приезжал спикер из Белоруссии, вот, и люди собирались там у нас с Луганска и еще откуда-то приезжали, в общем, было некое тренинговое упражнение, где он задал задачу такую, говорит, ну, там, представьте, в общем, ну, не помню сейчас конкретно, что именно, но суть в том, что он попросил представить, что вам нужно, короче, для счастья, вот, ну, представьте, там, вот сейчас каждая группка разделила нас на группки, расскажите. И ребята луганчане просто начали рассказывать, что такое счастье, говорят, да, вода холодная в кране, счастье, потому что у нас она включалась там, ну, на 2-3 часа в день. Потом там еще кто-то говорит, да, вот, там, дорогу сделают к дому, будет счастье. И он говорит, это вообще нереально, говорит, вы настолько счастливые люди, потому что вам для счастья, многие говорят, там, мне нужна машина, мне там нужны деньги, что-то еще. Вы уже, говорит, настолько счастливые люди, вы реально можете вот жить здесь и сейчас, вы понимаете ценность всего того, что вас окружает, хотя, ну, жили достаточно в серьезных лишениях, но люди уже настолько сильны духом, что, ну, привыкли справляться уже, говорю, с любыми трудностями. Это, ну, уже, наверное, нас годами все это воспиталось. Вот. Поэтому вот это о том, как там у нас. Поэтому сейчас для нас то, что начало происходить, то, что действительно сказал Денис, восстанавливаются здания, восстанавливаются дороги, восстанавливаются инфраструктуры, это вот это, это еще там два части, уже было одно части, когда там начали воду давать и все остальное. А сейчас уже два части, то есть уже вообще все очень здорово. Спасибо. Так, если вопросы есть, вы не забывайте, да, дать сигнал, тем более психологи здесь, да, мы же, оказалось, да, что нас многое объединяет в зале, да, то есть есть люди, которые тоже интересуются психологией, которым тоже не безразлично, как они себе видят счастье. Завтра, кстати, интересно, в зале кто как видит себе счастье. Согласны с тем, что счастье – это автомобиль, деньги или есть другие мнения, вот у тех, у кого с водой все в порядке. Да, тут про воду было тогда актуально, когда, как бы, активных боевых действий не было, да, они были там где-то, ну, а вот сейчас, да, тоже многие люди говорят, ну, снаряды на голову не будут падать, будет счастье. Так что, да. Спасибо. Спасибо. Ну, и, конечно, вот интересно, знаете, Юлия Вадимовна, вот вы первый курс, да, я ведь правильно понял, и, следовательно, еще недавно были за школьной скамьей. Звучит, конечно, за скамьей, да, вот, ну, школьной все-таки. Вот, с вашей точки зрения, что вам не хватало, не хватило в школьном образовании, вот том школьном образовании, которое, вот, присутствовало на территории Луганской республики, вот, до того момента, как вот сейчас говорили, начался переход на, вот, федеральные стандарты? Интересный вопрос. Сложный, тем более для экономиста, потому что вам потом всю экономику региону спасать придется, вот. Ну, стоит, наверное, сказать, что я не из самого центра Луганск, я живу за Луганском, то есть населенный пункт. В моей школе... А какой, если не секрет, населенный пункт? Роскошный. Роскошный, ага. Ну, в школе мне, наверное, не хватало какой-то творческой деятельности, я себя раскрывала в таких, наверное, узком направлении, как рукоделие, для меня так было прям, хоть какая-то отдача по образованию, для каждого, наверное, по-своему, но мне бы, наверное, не хватало такой более заинтересованности, более углубленного изучения какого-то определенного вопроса, той же истории. История очень интересная сама по себе, и ее изучение это очень такой долгий процесс, нужно во все вникать. Ну, и, наверное, все. Спасибо. А вот, кстати, про историю. Вот всегда вокруг истории именно этого предмета очень большие битвы идут, очень большие дискуссии о том, что ее много, мало, она смещена в одну сторону, в другую сторону, она вообще не про историю, и такое есть. Вот вы можете как-то сказать, чем отличалось вот то самое преподавание истории, видение истории на вот вчера еще территориях подконтрольных Украины от той, которая преподается, скажем, у нас в Российской Федерации? Вы имеете в виду до нашего отделения, или уже в процессе, когда мы там стали... Может быть, у вас и там были отличия, я не знаю, вот это вы нам можете пояснить только, да. Ну, как, наверное, это логично предположить, пока мы были Украиной, мы не изучали глубоко историю России, она глубоко изучалась как бы там шестой, седьмой класс, пока у нас это было единое государство, да, история это начинается с истоков, и вот Киевская Русь, значит, потом Московское княжество, да, вот цари, князья, это мы изучали все, но вот затем дальнейшее же развитие там геополитическое отделение России, мы этого не знали для нас, да потом уже, на самом деле, когда мы отделились, когда все больше стали присоединяться культурно к России, для нас стало удивительно, что такое большое отделение, федеральные там края, округа, значит, республики. У нас было все просто, Украина, 24 области, ну, 23 области и Крым, все, то есть там было все достаточно просто. А в России, конечно, да, чуть более сложная структура, поэтому, но в школах это не преподавалось, ну, сейчас, опять же, ввиду как бы нашего уже объединения, естественно, все это будет преподаваться, все с этим познакомятся, вот, но так как я в школе учился еще, когда мы были Украиной, для меня до сих пор некоторые вещи остаются загадкой. Например? Вот. Ну, восток России, я там совсем путаюсь в делении, вот, Чукотка, там, все вот то, какие там области, края автономная, еврейская, что-то вот, вот, не помню вот эти даже места. То, что ближе к Украине, почему, на Дальнем Восточном, да, вот то, что Запад, Запад, да, ориентируется. Ну, зато там еще Кути Америка близко, да, она у нас под боком в этом смысле, тут надо запомнить, где они пригодятся. Так, интересно, кстати, исторически, если есть что дополнить, да, и уточнить, и юридически, вы еще ведь и юрист, да, насколько наши правовые системы не совпадали и не совпадают, и насколько это опасно, возможно, а может быть и полезно, может быть, что-то есть, что перенять стоит. Ну, сначала коснемся вопроса о истории. Да, да, да. Да, как Никита сказал, мы не изучали ни географии Российской Федерации, ни историю Российской Федерации и России в общем. Вот. Но, к счастью, мы не застали тот период тотальной пропаганды, которая появилась в Украине после 2014 года, это не выдумки, это действительно так. Я видел эти учебники, вот ребята привозили с освобожденных территорий, показывали, где какие-то сумасшедшие странные вещи пишут. Вот. Мы как-то минули этого, мы не изучали Шухевича Бандеру в разрезе Героев Украины и прочее. Вот. Опять-таки, после 2014 года мы постепенно переходили на российские стандарты образования, учебники внедрялись буквально в течение первых двух лет уже российские. Поэтому ребятам, которые помладше, вот Юле, ей пришлось полегче в этом плане. Нам с Никитой пришлось наверстывать упущенное и заниматься самообразованием. Вот. Ну и также первые курсы университета, да, какие-то все равно основные предметы преподавались. Вот. Вот касаемо именно моей профессии, ну не профессии, ну профессии, на которой я отучился, юрист. Опять-таки, наше законодательство максимально было приближено до прошлого года к законодательству Российской Федерации. Переходный период был тяжелый. На тот момент, когда я поступал, это 2016 год, вот, даже преподавателям было сложно перейти, ну понять, по какой программе преподавать. Потому что новых стандартов еще не было, старые стандарты еще не актуальны, новые законы не написаны. Банально суды даже не работали. Вот. И потом как-то в этот момент урегулировался и законодательство Луганской Народной Республики. У нас в свое правовое поле для понимания, ну все документы до определенного периода были Луганской Народной Республики, там автомобильные номера, свидетельства о рождении, все абсолютно гражданские. Гражданская документация была своя. Вот. И быстренько-быстренько адаптировались под стандарты. Поэтому с точки зрения юриста, мне не тяжело перейти именно конкретно на... Российские законы не сильно отличались от законов Луганской Народной Республики, за малыми исключениями. Вот. Спасибо. Спасибо. Так, вопрос. Тут микрофон вот здесь рядом. Передайте, пожалуйста. Ага. Можно же, да? Можно, да я еще раз призываю. Я просто не успел вообще все вопросы задать. Я вам уже говорил, что я очень люблю интересоваться. Вот я студентом был относительно не так давно. Но вот я помню, у меня как день проходил, встаешь, едешь на пары, пары, потом идешь в Уникс. В Униксе там либо студенческая весна, Уникс это вот напротив здания, центр студенческой жизни у нас. Вот. Там КВН я играл, вот, либо весь день в КВН занимаешься, с друзьями видишься, пошли погуляли, приехали в общежитие, потусили, легли спать, если это не суббота. Да, вот. Потому что в субботу могли и не вернуться. Вот. А как вот у вас день студента проходит? Не имею в виду праздник, а обычный день, необычный, вот встали, пошли, можно сходить куда-нибудь. Или сейчас сложность куда-нибудь сходить. Расскажите, просто интересно узнать, потому что нигде больше не можешь об этом узнать. Это вопрос больше к студенткам. Как проходит ваш досуг, даже если это суббота? Ну, заведение по городу все-таки есть. Посетила. Пробу заведения начали. С самого утра. С самого утра. Нет, день студента, ты приезжаешь на учебу, у тебя пары. Первое время, конечно, пары было довольно дико, особенно, когда после школы ты приходишь, такой думаешь, так, урок 45 минут был, так, ну и пары, наверное, так же. И тут ты приходишь, а у тебя пара как два урока. И пять пар в день. И ты думаешь, ну все, тут можно погибнуть. Конечно, покушать в универе – это святое дело. Наверное, даже наравне с учебой идет. А кормят вкусно? Да. Наезд можно. Ну, Юля еще скромничает, она у нас активистка. Вот. Ни одно студенческое мероприятие без нее не обходится, поэтому ей приходится, ну, она практически живет в университете. Даже, ну, у нас есть такое явление, как комендантский час, поэтому тоже до ночи не посадишь, но до вечера – да. До позднего вечера можно задержаться. Да, досуг в университете у нас довольно-таки обширен. Да, некоторых творческих людей университет не отпускает. Вот уже кандидатскую скоро защищать, а как бы песенку надо, давай, Никита, на концерт. Да, да, у нас очень творческая, очень хорошая молодежь, очень их всех люблю, да, и реализует себя в разных направлениях творчества. Вот вы коснулись КВН, КВН у нас очень популярен в университете. Это очень мне близко, я сам был членом команды «Далеко пойдем», мы выступали у нас в регионе. Я думаю, если среди вас есть КВНщики, кто интересуется КВН вообще, смотрит, знает? Есть такие? Да, я люблю. Вот, вот. Знаете, команду КВН «Ровеньки» в высшей лиге? Вот, это вице-чемпионы прошлого сезона высшей лиги КВН. Вот, это ребята, с которыми мы выступали на одной сцене. «Ровеньки» — это Луганская область, это Луганская народная республика, вот такие ребята, вот. И КВН у нас достаточно и развит, сейчас ребята с Донецка вот в высшую лигу пробились. Да, там коллективы действуют, все как у всех, живем, живем. Студенческая жизнь. Вне зависимости от каких-то жизненных обстоятельств, студент всегда остается студентом, хочется и поучиться, и поразвлекаться. Все мы люди, да? Ну, опять-таки, до ночи не покутить, до утра, в связи с реалиями, вот. А вот этот Комендантский час — это какое время? Это с 11-ти вечера до 4-х утра. До скольки? До 4-х утра. До 4-х утра. То есть, ну, это период, когда вообще нельзя находиться на улице. Ну, он там разное время был, чуть по-разному. Он там был сначала до 6-ти вообще, а потом до 5-ти сократили, теперь сейчас до 4-х. Но время отменяли. В общем, это такой интересный аттракцион под названием Комендантский час. Да, ну, это правильно. Это в наших реалиях обеспечивает нам порядок и спокойную жизнь. Вот. Так что мы не жалуемся. Ну, то есть, вот такая, скажем, естественная сцена, совсем не Кавыеновская, из жизни студента, молодого человека, встреча с девушкой. Вы на часы все время смотрите? Как вы это вот... Вечером? Да, просчитываете. У нас за 8 лет нашего... Давай быстрее. За 8 лет нашего существования в республике мы уже научились просто определять определенные параметры на улице. Если ты идешь и машины начинают заканчиваться, значит, где-то около 9-ти. Если выключаются светофоры, это уже после 9-ти. У нас светофоры выключаются. Около 10-ти. Раньше еще выключали лифты в домах. То есть, сейчас, по крайней мере, лифты перестали выключать. Они работают круглосуточно. А так, да, вот по улице даже можно сказать, раз там людей меньше стало, ага, дело там часов 8. Раз там машин нет на улицах, уже за 9, там ближе к 10. В 11 часов все, город просто стоит. У меня вот окна в квартире, где я живу, на главную улицу у нас улица Буденного на восточных кварталах Луганский. Это обычно оживленная улица. Но он где-то ближе к 11-ти часам. Тишина, ни одной машинки, замечательно. Для гонщиков было бы круто, но комендантский час, извините. Так что, ну, привыкли. Действительно, правильно, как Денис говорит, это обеспечивает нам безопасность, потому что, когда в непосредственной близости военные действия, да, и непонятно, что, знаете, люди разные, все мы разные. Мало ли, у кого-то где-то есть оружие, кто-то где-то выпил, кто-то где-то немножечко не в себе, и мало ли, что может произойти на улице, поэтому лучше уж так. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще вопросы? Как-то за... Так, есть, да. Знаете, так прям образно описали, что перед глазами возник, вот недавно опять повторяли этот фильм, ну, в связи у Ноны Мордюковой тут был юбилей какой-то еще, как молодогвардейцы, нарушая комендантский час, то есть намеренно нарушая комендантский час, на 7 ноября красные флаги по городу развешивают. Ну, то есть это все как-то сопряжено в нашем представлении, ну, с какими-то огромными рисками, да, с огромным таким вот, ну, давлением, внутренним молодежным протестом против всего этого. А вы так об этом вот рассказываете сейчас, да, и ты понимаешь, что когда ты живешь в этих условиях, то ты адаптируешься, и ты начинаешь понимать, что этого просто не надо делать, и как бы здесь сопротивление. Какой смысл этому сопротивляться? Потому что это, как вы правильно сказали, это же сделано для того, чтобы вам было комфортнее, вам было удобнее от того, что этот комендантский час есть. Я просто никак не могу понять, но все-таки вы молодежь, каким образом вы умудряетесь как-то вот регулировать свои отношения по поводу этого комендантского часа? Ну да, можно смотреть на часы, можно пропустить это время, да. А куда деваться? Вот вы оказались в 11 часов примерно в часе пешей ходьбы от своего дома. Что вы будете делать? Просто на скамейку ляжете и будете спать? Нет, смотрите, я вам расскажу. Ну, во-первых, если об этом говорить, не все студенты, естественно, так бережно относятся к соблюдению комендантского часа, и это естественно. И некоторые, ну, особенно вот сейчас в последнее время уже стало этого поменьше, а там еще лет 5 назад это было достаточно часто, и ребята говорят, да, меня не поймают. И выходили, гуляли ночью, а потом полиция подъезжала, их грузила в машиночку, отвозила там до 5 утра, они сидели в участке. Ну, на самом деле наши полицейские тоже им спасибо, они там ничего особо студентам плохого не делали, просто у меня тоже ребята знакомые попадали в такие истории. Ну, отвозили, сидели в участке до 5 утра, потом их отпускали домой. Ну, а что делать? Ну, порядок один. На улице ты, тебя грузят, убирают с улицы. Все, а что делать? Ну, не успел там. Ну, обычно как, либо если ты задержался в гостях, остаешься в гостях, либо надо заранее просто подумать и все. Либо бежишь очень сильно. Либо бежишь, да. Хорошая мысль, да? Как быстро выпроводить гостя, напомнить ему, что… Кстати, это именно так и работает. Либо ты договариваешься, что ты остаешься с ночевкой, либо так. Комендантский час, давай, давай отсюда. Да, да. Блин, хорошо, да, поговорка? Уже неплохо звучит, да. Чувствуете, мы помогаем в вашей команде КВН, наработайте новые мысли. Спасибо вам. У вас есть вопрос? Есть вопрос, да. Тогда микрофон. Ребята, у нас, да и у вас, вообще, наверное, во всем мире самый… Ну, в нашей части, в общем-то, один из самых, наверное, таких важных великих праздников – это День Победы, который скоро уже совсем будет. Скажите, пожалуйста, как вот у вас вот он был до 2014 года, после 2014 года? И, возможно, вы знаете, как он планируется вот в этом году, вот просто вот главный великий праздник, и как он у вас проходит, проходил и будет проходить? Ну, вы знаете, до 2014 года, да, на самом деле, не сильно отличалось все. Пока мы были Украиной вот до вот этого переворота, Майдана в 2013 году, у нас все было… Мы прекрасно ладили с Россией, с Белоруссией, с Европой, со всеми. То есть, а так как у нас регион русскоязычный, в принципе, у нас 90% русскоязычного населения, у нас в принципе, ну, на украинском и то это диалекты, разговаривают в основном на отдаленные поселки, вот. А так все всегда… И точно так же праздники, все всегда праздновалось пышно-бурно, 9 мая обязательно, и парад обязательно, и шествие с портретами, никуда без этого, там, я лично принимал участие, но это уже после там, 14-го было, когда я принимал участие, но это было как бы и до, и уже когда мы стали республикой, собирали школьников-студентов, значит, держали георгиевскую ленту, потом проводили парады, автомобилисты, ну, то есть, много-много мероприятий проводится, и всегда у нас это большой праздник. Да, для региона Донбасса это святой праздник, как в общем, для всей России. К сожалению, на нашей территории погибло огромное количество людей с 41-го по 45-й год, наш город очень долго одержался и славится своей храбростью, и, ну, я думаю, вы знакомы, да, с молодой гвардией, знаете вообще, кто это такие? Кстати, очень интересный вопрос, кто знает, что за организация молодой гвардии, не та, которая сегодня, а та, которая из истории Великой Отечественной войны. Вот это встречный, как бы, ответ на недоработки в нашей системе исторического образования. Молодая гвардия – это антифашистская молодежная организация, в которую входили совсем-совсем юные ребята. Самому старшему было 17 лет, да? 18, по-моему, он единственный был, кому было 18, ну, короче, от 10 до 18 лет были ребята. Вот, и эти ребята активно оказывали сопротивление на период оккупации Ворошиловграда, на тот момент наш город назывался в честь маршала Ворошилова, это наш земляк, вот, сопротивление вот этому фашистскому режиму, который, к сожалению, был недолгое время на нашей земле, это чума. Вот, и ребята, да, и они остались в памяти, к сожалению, практически все они погибли, они были сброшены в шуру в шахты. Ну, это такой символ Донбасса, у нас абсолютно каждый человек, буквально с самого детства знаком с этой историей, чтим, помним. Это большое количество мемориалов, большое количество музеев посвящены этой организации. Вот, и поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, 9 мая у нас был, есть этот праздник, был, есть и будет. И, ну, лично для меня это второй праздник после Нового года, да, после Нового года. Вот, а возможно и первый так, конкуренция. Вот, святой праздник. Я, кстати, Андрей Римович, вот, как раз хотел, вы обязательно спросите, что хотели или уточните, но я хотел вот вас, знаете, чем поинтересоваться, пользуясь тем, что тема эта возникла, немножко в грустном контексте. Вот, с вашей точки зрения, как можно исправить этот большой пробел в историческом образовании? С одной стороны, он имеется у тех наших друзей, коллег, кто вот на новых территориях, присоединенных, да, сегодня живет и дальше будет развивать эту территорию с другой стороны. И внутри Российской Федерации традиционных регионов тоже огромный исторический пробел знаний. На примере Молдой Гвардии он просто обнажается. Обнажается. Да, вот вопрос, как вы бы видели возможность это, ну, не сажать же всех снова за парты школьные? Знаете, есть поговорка такая старинная русская, было бы счастье, да несчастье помогло. Очень долго ваш покорный слуга на различных совещаниях, конференциях выступал за корректировки в историческом образовании, будь то в школьном формате, будь то в вузовском. И, как говорится, не попадал в тональность тогда, которая господствовала в кабинетах принимающих решений. Ну вот, почему я поговорку привел. Сейчас пришли документы, которые с первого сентября в два раза увеличивают курс отечественной истории в вузах, причем для всех, независимо от факультета и специальности. Во-вторых, если я не ошибаюсь, вводится вот буквально последняя информация, как обязательный предмет основы российской государственности для всех. Это вот, ну, скажем так, авральные действия, которые должны восполнить те промахи и пробелы, которые не осознавались в тот момент, видимо, были так называемые благостные времена, да, в кавычках. Но в тот момент вот благодушие такое, есть и другие, конечно, слова, да, но вот я употреблю такой корректный термин, да, благодушие господствовало. Здесь есть и вторая проблема. Всегда, еще вот мы находимся в университете, который сначала назывался императорский, а потом имени Владимира Ильича Ленина, вот, и у Ленина была такая фраза, что главное это состав профессоров. То есть, кто же именно обучает? Это как бы помимо учебников, там, различных технических устройств, кто обучает? И здесь была проблема большая в России, она сейчас до конца не преодолена. Это учительские персонал. Были так называемые соросские программы, ну, вот тот не к ночи будет помянутый миллиардер из венгерского происхождения, сорос, да, который финансировал издание учебников. И эти учебники, как вы догадываетесь, были таким образом препарированы методически, чтобы, ну, как-то вот уменьшить знания о различных страницах отечественной истории. Ну, в основном, часто педалировались только какие-то негативные стороны. Ну, как говорится, из песни слова не выкинешь, но нельзя только чернуху, что называется, изучать, да. и проблема стоит новых учебников, и проблема стоит, наверное, в том числе изменений в программах педагогических университетов. То есть, кто будет учителем, с какими знаниями, с какими мировоззренческими взглядами, насколько искренне он придет в класс. Я думаю, этим можно заниматься, как бы больной не безнадежен, да, медицина способна, ну, в кавычках медицина, да, медицина способна здесь помочь. И вот, ну, ваш покорный слуга и его коллеги, которые готовы, как говорится, не щадить живота своего, чтобы эту ситуацию исправить. Спасибо. Ну, вот я хотела бы еще об одной стороне образования сказать, что все-таки очень важно не просто количество часов, возможно, изменить или даже, может быть, программы изменить. Все будет зависеть от того, насколько молодые люди сами готовы будут включиться в эту работу по поиску какой-то исторической информации, которая будет менять их сознание. Вот я вообще боец снежного десанта, 70-го года исторический филологический факультет, был такой снежный десант, конечно, я в более поздние годы в него пришла, но было очень важно, сначала мы занимались поиском каких-то документов, наши преподаватели, наши учителя нам подсказывали что-то интересное, что можно еще исследовать. Нашим главным лозунгом на многие годы стало, а может быть, и мы чего-то стоим, непрокаленные в огне войны. То есть, действительно, надо себя испытывать какими-то очень высокими категориями, то есть, любовь, дружба, смерть, жизнь, во имя чего. Потому что вот в повседневной, в рутинной жизни это очень сложно себе такие высоты ставить, вот до которых ты хочешь допрыгнуть. И потом, когда уже начались наши походы вот в долины смерти, я вот знаю, что мои друзья, мои сокурсники и наши дети, и наши школьники, с которыми мы сейчас работаем, я не могу представить, чтобы кто-то из них вышел с нацистским приветствием на улицу, чтобы кто-то из них написал на заборе что-то подобное или вступил в подобную организацию, потому что они просто сидели неделями, да, в Новгородской области, в Мурманской области, в Волгоградской области и своими руками поднимали эти останки, которые остались незахороненными. Просто их было очень много, просто были очень жестокие бои, но речь идет о войне 1941-1945 года. И, естественно, вот сейчас, когда даже вот с нашим уже младшим поколением, со школьниками мы разговариваем, мы смотрим, сколько их осталось погибших еще на поле боя, да, Синявские болоты, высоты, это Невский пятачок. И вот я была удивлена, когда школьники нам в ответ на то, что мы говорим, ну вот говорили, ну политруки, да, говорили, в бой никто не будет забыт, ничто не будет забыто, а вот они сейчас лежат. И школьники мне говорят очень мудро, несмотря на свой возраст, ну вот, наверное, мы и есть та самая Родина, которая их не забыла. То есть мы же пришли за ними, мы же их поднимаем. И я поэтому считаю, что, конечно, можно много рассказывать опять в очередной раз, много можно написать учебников, но если ребята не будут вживую в этом во всем участвовать, я вот видела передачи, да, я, естественно, не бывал там, но вот освобожденные территории, про которые вы говорите, там уже сейчас начались поиски останков людей, которых, ну, хоронили на скорую руку или расстреливали. И вот, конечно же, сейчас уже как бы новые поисковые движения могут за этим прийти, и люди, которые в своих руках это все держали и в мешках это все в черных хоронили, они никогда не вступят в ряды тех людей, которые это все порочат. Поэтому надо как можно больше общаться, вот то, что вы нам рассказываете, для нас это очень важно, потому что мы, наверное, тоже будем рады, когда вы уже будете готовы нас принимать без комендантского часа, да, мы будем к вам приезжать, мы будем ходить по вашим улицам, вы будете показывать нам на какие-то свои высоты и говорить, вот здесь шли буквально недавно самые тяжелые бои, и глядя на это, мы будем счастливы от того, что, ну, мы все имеем мирную жизнь. Спасибо. Спасибо. У меня вопрос больше к Никите и Юле, я хотела спросить, как вам удается сочетать творческую жизнь и учебную, удается ли держать баланс, или бывает такое, что страдает, допустим, либо учеба, либо творчество, и как вы с этим справляетесь? Ну, ты начнешь? Ну, да. Ну, мое творчество начиналось еще в младших классах, когда я училась. Я совмещала и учебу, я была старостой в своем классе, я помогала классному руководителю, и в то же время мне хотелось заняться какой-то творческой деятельностью, потому что мне чего-то не хватало, чего-то красочного. Я себя пробовала в разных направлениях, я себя пробовала даже в спорте. Спорт, музыка, рукоделие, но так сложилось, что мне легче давались точные науки. Физика, химия, математика, вообще абсолютно спокойно. Творчество в плане написания какого-либо сочинения, каких-либо, не знаю, изложений. Изложить красиво свою мысль у меня пока что не получается, но я хочу с этим еще поработать и в этом тоже немножечко себя подтянуть. Спасибо. Ну, если обо мне, наверное, на сегодняшний день это то, что называется модным словом time management, я пытаюсь рационально распланировать свое время, чтобы уделить внимание тому, что мне интересно. То есть на сегодняшний день, конечно, творчество в моей жизни занимает меньше времени, а сейчас это в основном вот работа и научная деятельность, как бы учеба. У меня непосредственно сейчас уже занятий как таковых очных нет, то есть у меня осталась только научная деятельность основное и работа с детками то, что я сказал. Вот. Творчеству как бы чуть меньше времени уделяю, но тем не менее стараюсь все это не забрасывать. То есть просто, ну, самоорганизация. Я по минимуму стараюсь проводить там в социальных сетях, в ТикТоке то, что сейчас очень популярно. Ты открыл телефон перед сном, грубо говоря, да, полистал ленту, прошло ой два часа. Вот. А эти два часа можно потратить на что-то интересное как минимум для себя. Вот. Поэтому, ну, стараюсь просто этого поменьше для себя. Отводить времени на то, что, ну, как бы не очень важно. Да, иногда хочется расслабиться, но как бы стараюсь это чуть меньше просто в свою жизнь пускать. Вот. Если взять раньше, ну, творчеством, да, вот пока в университете еще учился, я и в вокальный кружок ходил, занимался. Ну, тогда у меня еще деятельности вот рабочей не было тогда. Когда я в развивающем центре как бы не работал. Вот. Тогда было на одно занятие меньше, и мне спокойно хватало. Я занимался и в кружке, и в музыкальной школе. Я еще пытался помимо фортепиано и гитары осваивать скрипку. Ну, в общем, когда у человека много интересов, это в любом случае расширяет кругозор, это в любом случае расширяет сознание, ну, как бы чисто на мой взгляд. В любой компании, я тут уже начал про себя рассказывать, в любой компании могу найти с любыми людьми общий язык, потому что тем, тем, тем занимался, любую беседу могу попытаться поддержать, по крайней мере, ввиду возможностей. То есть это здорово. Мне кажется, вот любому человеку надо себя попробовать в разных сферах, получить разные умения и навыки. Ну, по-любому это в жизни пригодится. Ну, не буду я пианистом. Но в любой компании я приду, а там стоит пианино там или синтезатор, или зашли в кафешку, а там стоит пианино. А Никита подошел так на пианино раз-раз-раз и поиграл в чего-нибудь. И все такие, вау, прикольно. Нормально. Вот. То есть это, ну, это здорово, это классно, ребят просто. Вот чисто от себя могу сказать. Спасибо. Ну, и еще давайте, мы уже час работаем, поэтому будем стремиться к завершению. Маленький вопрос буквально остался. Да, вопрос. Большинство из присутствующих здесь, это студенты Института психологии образования. Образование мы уже подробно обсудили. Хотелось бы узнать немного про психологию. Есть ли у вас в университете центры психологической помощи студентам? Как они организованы, насколько эффективно они работают? Спасибо. Ну, я работаю непосредственно в департаменте социально-гуманитарной и воспитательной работы, поэтому социальные вопросы мы тоже решаем со студентами. если им нужна какая-либо поддержка, обращаются. Вот. Если касаемо именно социальной защиты, там, нарушения прав, они обращаются в правком студентов. Да, действительно, ну, из-за специфики региона, ну, в наших реалиях это важно. Ну, в основном у нас настолько уже народ прожжён и психологически закалён, потому что какие-то обычные, знаете, там, выгорания, вот, не особо считаются у нас проблемой. Вот. Что-то есть добавить? Да, в принципе, нет. Спасибо. Ну, по-моему, такой хороший ответ, да. Стрессоустойчивость у людей, которые десятилетиями соблюдают комендантский час, скажем так, мягко, да, хотя за этим стоит, конечно, страшная, тяжёлая история. Это такой риторический вопрос, да. Скорее, вот, я хотел бы, чтобы в завершении, может быть, вы пожелали, чтобы вы пожелали нашим студентам, своим коллегам-сверстникам здесь, вот, учитывая ваш вот тот жизненный опыт, который, к счастью, к сожалению, ну, вот такой вот он оказался, да, более тяжёлый и более крепкий и более сложный. Ваше пожелание тем, кто иногда требует психологической поддержки и всё ищет себя, ищет ответы на вопрос, где оно счастье. Давайте в том же порядке начнём, как по первому вопросу. Спасибо. Ну, мы ещё в самом начале, да, нашего с вами диалога подняли вопрос о том, что такое счастье. Вот, ребят, да, ну, счастье в мелочах. Но нужно стремиться всегда к чему-то высшему, к чему-то сакральному. Для меня самое высшее и сакральное — это любовь. поэтому любите тех, кто рядом с вами. Любите самое важное — себя. И относитесь с любовью к любому делу, которым вы занимаетесь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, наверное, хотела бы сказать, цените каждый момент, не теряйте время попросту. Может быть такое, что вот в данный момент это нужно сделать. Какое-то любое действие, пусть оно будет даже в каком-то его аспекте глупым, может быть, смешным. Делайте. Это ваша жизнь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, у нас на Донбассе за последние годы принято в первую очередь желать при любом собрании, возможно, каких-то неформальных посиделках, желать друг другу мира. Я вам желаю мира, ребята, чтобы ваш регион никогда не испытал того, что испытал наш. Вот. Ну и желаю вам ценить ваш город. Он реально классный. Мы с Денисом вышли прогуляться. Ну и с Юлей. Вышли прогуляться. После 11 вечера. Да, мы вышли прогуляться после 11 вечера. Во-первых, вау, комендантского часа нету, можно гулять, здорово. Мы просто что увидели? 12 часов ночи. Всего лишь. А никого нет. Не на набережной. Не, ну там какие-то отдельные люди ходят. Мне было настолько удивительно. Столько красивых зданий, столько всего интересного, столько всего красивого. Никого нет на улицах. Мы такие, как? Ну что? Что они делают вообще? Такой красивый город. То есть, ребята, оцените свой город и желаю вам мира просто навсегда. Спасибо. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли вот в этом графике, где хочется больше-больше увидеть, узнать и поглотить нового. Все-таки час на то, чтобы ответить на наши вопросы. А всем присутствующим здесь хочу напомнить, что Луганск – это еще тот город, где один из жителей этого города, Михаил Войч Матусовский, да, ответил всей нашей стране на главный вопрос, с чего начинается Родина. Там, в Луганске, ответили на этот вопрос по этой. Поэтому читайте много и жадно о том, что есть Луганск, что есть его история, что есть молодая гвардия, и почему именно там, в Краснодоне, она могла зародиться нигде еще, да, что такое Ворошилов и кто такой Ворошилов. Кстати, в Лисичанске, насколько я знаю, восстановлен ему памятник, к счастью, как и многие другие советские памятники и сооружения. Спасибо вам, что вы этим в том числе занимаетесь, и спасибо всем тем, кто сегодня присутствовал здесь и своим вниманием тоже поддержал наших сегодняшних гостей. Удачи всем! Спасибо! Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!